МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вашему вниманию очередная программа спецпроекта «Слово-дело». Великий Луки – наш родной город, и каждый из нас хочет, чтобы он становился лучше, современнее, чтобы жить в нем было комфортнее. Время идет, а вместе с ним меняется и то, что нас окружает. Преображаются наши дворы. Там появляются детские и спортивные площадки, стоянки для автомобилей. В этом активное участие принимают сами великолучане. При благоустройстве преддомовых территорий учитывается именно их мнение. Жители участвуют в самих работах во дворах. Становится больше парков и скверов. Идет ремонт дорог, меняется транспортная инфраструктура. Путепровод не только сделал движение по городу быстрее, но и значительно изменил облик Великих Лук. Развитие дорожной сети активно продолжается. Городская власть прикладывает огромное усилие для реализации крупных проектов по развитию Великих Лук. Перемены вызывают споры, и это хорошо. Если бы ничего не менялось, не было повода что-то критиковать. Мы решили прямо на улицах обратиться к великолучанам с вопросами и выяснить, замечают ли они положительные перемены в Великих Луках. Есть положительные перемены, да. Детские площадки появляются, в дворах идет ремонт, дороги ремонтируют. Есть положительные. Я заметила, что наш город стремительно развивается, что ремонтируются садики, ремонтируются школы. Сейчас отстраивается новый парк. Я жду с нетерпением, когда наконец-то строительство закончится. Везде красиво. Не знаю, в дворах красиво. Площадки детские. Не знаю, мне нравится. Есть где проводить время. По крайней мере, подросткам тоже плюс большой. В прошлом году было благоустроено более 70 дворов. Эта работа будет продолжена. Площадки появились, я не спорю. Дятлинка стала уже выглядеть по-другому, потому что там сделали комплекс. Ну, и в дворах появились вот эти вот для воркаута площадки, в принципе. Там есть что-то. Раньше такого не было, как бы особо. Точнее, там были, как бы, с советского времени турники какие-то, но потом почему-то их снесли в одно время. Ну, сейчас, в принципе, появились уже. У всех, кто хочет заниматься, такая возможность есть, да. Например, вот, после Дятлинка, там вполне неплохая площадка. Там есть как полная площадка, так и просто отдельные кольца. Ну, можно там в стритбол поиграть. Физкультурно-оздоровительные площадки открытого типа и спортивные комплексы появились в разных частях города. От любительских занятий спортом к серьезным победам. Возможностей для этого в Великих Луках тоже становится больше. Нужны условия, чтобы получать результаты. Нам дают условия, мы делаем результат. Потому что без условий все равно очень тяжело добиться результата. Вот мы раньше, ну, пару лет назад тренировались в бассейне 12-й школы. Там был бассейн маленький. Тяжело отрабатывать всякие важные элементы. Повороты, старты. Потому что там пронырнул и все. А вот здесь сейчас все условия. Тренажерные залы, бассейн большой. Очень удобно тренироваться. И все находится близко к дому. Все очень удобно и очень хорошо. Я считаю, что надо развивать инфраструктуру спортивную. Потому что это важно для молодого поколения. Это развивать здоровый образ жизни в нашей стране. Ну, это просто очень вообще классно. И для детей это важно. На мой взгляд, город в последнее время уже очень хорошо развивается. Притом большими темпами. Когда я сюда приехал в 2012 году, мне кажется, не было такого обширного строительства, улучшения парков и тому подобное. Сейчас в последнее время очень много строится у нас всего. Я стал очень много замечать даже вот на главных улицах города изменения. Да, тот же самый путепровод, который у нас из проспекта Ленина переходит. Да, вот тут часть города соединяет. Также парк культуры, который уже обновился. И плюс еще он будет обновляться. Лично для меня в этом городе очень даже комфортно жить. Я в выходные дни могу спокойно сходить, развлечься, отдохнуть, заняться каким-то спортом. Даже в айсберг можно съездить, покататься на коньках. Да, там есть бассейн, можно позаниматься в бассейне. И тому подобное. На дятминку можно сходить и спортом заняться, и побегать, и там турники стоят. Чем угодно можно заниматься. Вообще улучшения есть достаточно хорошие, потому что строят детские такие площадки. Даже в интернете я видела фотографии о том, что улучшения есть. Дорога неплохая, я не могу сказать, что прям катастрофа там не проехать. Нет, у нас новая дорога, проезжаем, недалеко от дома живем, поэтому проблем нету с этим. Отремонтированных дорог действительно стало больше. Хомская, Дьяконова, Ставского, проспект Октябрьский. Строительство участка магистрали между улицами Мурманская и Дьяконова. Это только часть сделанного в прошлом году. Совсем скоро начнутся работы на пересечении проспекта Ленина и улицы Дьяконова с устройством кругового движения и подземных пешеходных переходов. Видно, что город развивается. Строится очень много объектов инфраструктуры. Садики, школы, спортивные комплексы. Все знают, что вот у нас недавно ввелся, был введен в эксплуатацию путепровод и часть этого, часть проекта по введению, да, в эксплуатацию этого путепровода, это была реконструкция перекрестка. Реконструкция перекрестка в плане кругового движения. Я сам пешеход и я очень часто стою на этом перекрестке больше там двух минут. Ну, мне, например, как-то не хочется лишнее время тратить. Тем более, что проект реконструкции подразумевает организацию подземных переходов. Это, я считаю, что это новый уровень для нашего города. В последнее время как-то очень много что начало развиваться. К примеру, мне лично очень приятно, что вот возле моего учебного заведения благоустроили парк культуры и отдыха. Мне очень приятно, потому что вот приезжают гости, мои друзья из других городов. И мне не стыдно, то есть, провести их по парку, сходить вместе с ними в театр, потому что очень много обустроенных мест и освещение стало получше. Можно где провести время вечером. Сделать сразу все и везде, конечно, невозможно. Планов по благоустройству дворов и общественных территорий, обустройству парков, ремонту дорог и строительству новых путепроводов много. И они обязательно будут реализованы. А значит, Великие Луки будут и дальше преображаться. Это была очередная программа «Слово-дело». До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова